В то время, когда Европа охвачена огнём, Азия уходит под воду. Япония, середина июля 2022 года. Более 480 тысяч человек получили приказ об эвакуации из-за рекордных осадков. Проливные дожди привели к затоплениям во многих префектурах страны. В некоторых районах префектуры Мияги всего за 24 часа выпала более месячной нормы осадков. Были затоплены улицы, автомобили и дома. Людей эвакуировали на лодках. Дождь такой сильный, что дребезжат даже стёкла. Это было очень страшно. Как бы быстро не двигались дворники на машине, всё равно ничего не было видно. Вода пришла в дом. Она также поднялась и на татами. Китай. 16 и 17 июля. В провинциях Сычуань и Ганьсу также прошли проливные дожди, которые привели к наводнениям. К сожалению, в результате стихии есть погибшие. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых районах были серьёзно повреждены линии электропередачи и нарушено дорожное сообщение. В округе Лунань, провинция Ганьсу, за 36 часов осадков почти в два раза больше среднего показателя июля. Климатические изменения вызывают особенную обеспокоенность. Они приводят к стремительному росту и динамике катаклизмов. На сегодняшний день существует большой риск недооценки всех факторов и масштабов влияния космических и геологических процессов на глобальное изменение климата на Земле. Подробная информация об этом была озвучена на форуме «Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова